Редкат Эта игра еще не была на канале Тут, кстати, можно каждый день брать какие-то награды Я так понимаю, что их можно потом открывать, эти сундучки И, возможно, вам попадется что-то из одежды Либо же, может быть, у вас там бита будет какого-то определенного цвета Какая-то цветная Ну, в общем, давайте смотреть игру Итак, ребята, смотрите Тут есть такая себе предыстория Как прям в реальном фильме Приходят охранники Трое охранников И начинают рассказывать о том, что здесь Здесь будет игра То, что нас ждет 6 раундов И что, соответственно, нам нужно будет пройти все эти испытания И получить главный приз Сейчас, ребята, 38 человек на сервере И скоро начнется игра Нужно закончить все игры И тогда мы сможем стать победителем И заберем куча-куча денег На канал мой подпишись Лайк поставь мне, не скупись Кстати, ребята, в этой игре есть одна прикольная фишка Смотрите Сейчас охранник пишет о том, что среди нас есть один рандомно выбранный игрок Который разбирается в стекле И это MOXN277 Что это значит? Это значит, что этот человек на мосту стеклянном Может распознать, где закаленное стекло, а где обычное Соответственно, он сможет легко и просто его пройти Это испытание И нам важно, чтобы он выжил Смотрите, ребята, еще что мне очень понравилось в этой игре Тут можно фоткаться Все, опять же-таки, как было в самом фильме Ну и, соответственно, после того, как мы сфоткались Мы отправляемся в наше первое испытание Вот эта дверка Заходим в нее и попадаем уже непосредственно на наше испытание Так, ну что, нам опять рассказывают правило о том, что нам нужно будет пройти некоторую игру девушки Которая, соответственно, не дает нам двигаться, когда горит красный свет Наша задача пересечь это поле и, соответственно, не двигаться, когда красный свет Также, ребята, здесь музыка есть, что мне очень нравится И также крики Red line, green line То есть вы можете ориентироваться как по музыке Так и по вот этим командам Зеленая, красная Также вы видите, что девушка подсвечивается Когда green line, видите, вокруг нее орел тоже зеленый Соответственно, когда красный, орел вокруг нее тоже красный Соответственно, ребята, таким образом очень удобно двигаться и ориентироваться на этом Так, ну что, ребята, довольно-таки много ребят умерло Я уже... ой, почти добежал Вот, кстати, номер 21, он идет за мной Это тот парень, который разбирается в стекле Поэтому нам нужно, чтобы он выжил Еще круто, что в этой, ребята, игре у каждого свой уникальный номер И они не повторяются Это тоже мне очень понравилось Ну что, ребята, мы закончили этот этап Вот у нас много выживших А те, кто не закончил Соответственно, попали в могилки Довольно-таки оригинальное решение Мне очень-то понравилось Да, ребята, по Фиму вы помните, что их там как бы сжигали Они не хоронили их Ну да ладно, не будем об этом, скажем так, грустном моменте Так, смотрите, ребята, еще что мне тоже очень понравилось После каждого раунда наполняется наша свинка деньгами Компенсация за тех, кто не дожил до этого раунда И все их деньги, которые бы они смогли получить Мы получаем в общую копилку Ну что, ребята, отправляемся в следующий раунд Фотку уже нельзя сделать, к сожалению Очень хотелось И теперь, ребят, мы опять поднимаемся по этой лестнице После каждого раунда дверь соответствующая, видите, уже закрыта И там стоит охранник То есть нам нужно подниматься выше Во второй раунд Соответственно, потом третий раунд Еще выше, еще и еще и еще выше Мы будем все время подниматься И будем искать, где же у нас наше задание Так, ну что, ребята, это вторая игра Кстати, вентиляция сверху, видите Тоже довольно-таки неплохо сделана Довольно-таки правдоподобна Так, ну что, ребята, объясняют опять на правила игры У нас будут определенные фигуры Которую нужно будет повторить И главное, чтобы она не сломалась Многие пишут, что это печеньки На самом деле это, ребята, конфетки Это леденцы И они были из сахара, как бы Вот так вот вытянем У меня, в принципе, довольно-таки простая фигурка Это кружочек И довольно-таки большое поле Поэтому без проблем Кстати, меня куда-то закинуло аж на небеса Ну что, ребята, здесь мы дождались победителей Ну а, соответственно, вот эти все ребята Отправились на кладбище Очень жалко, скорбим, ребят, скорбим Но надеюсь, что мы туда больше вместе с вами не попадем Так, ну окей, ребята Следующая победа И ждем еще одно задание Так, конгрутулэйшн Опять, ребята, наполняется наш финальный приз Наполняется наша свинка И давайте смотреть, что будет дальше Дальше, ребята, нас ждет кровавая ночь Поэтому давайте убегать У меня есть бита, но лучше ею не пользоваться Может, это не бита Может, я просто бью руками Тут не совсем вижу Да, у меня просто руки То есть я вам тут как бы кулачные бои И смотрите, ребята Вот некоторых даже довольно-таки хорошо избили И может быть, по-моему, даже один человек умер О, кстати, эй, ты что делаешь? Это моя кровь, что ли? Подошел этот парень, которого нельзя убивать Который разбирается в стекле Он хотел меня убить Негодник Ну, слава богу, я выжил На канал мой подпишись Лайк поставь мне, не скупись Ну что, ребята, мы отправляемся в следующее задание Это перетягивание каната Мы поделились на две команды И активно-активно давайте-давайте, ребята Дергаем Нужно нажимать Space Это пробел для того, чтобы тянуть канат Давайте-давайте-давайте Так, я не совсем понимаю, на какой мы стороне Оранжевое или синее Фух, слава богу, на оранжевое А, нет, ребята, мы потеряли того парня Со мной Игрунка, кстати Но тот парень, который разбирается в стекле Он был в противоположной команде, ребят И он умер Это очень-очень плохо Да, смотрите, вот-вот-вот Вот, видите, есть Это очень просто плохо Просто плохо-плохо-плохо Ну что, ребята, следующий раунд у нас И это четное-нечетное Давайте я попробую его пройти И рассказать вам, как тут все работает Итак, нам дают определенное количество шариков И нам нужно будет поставить ставку От одного до пяти шарика Мы можем поставить ставку И, соответственно, поставить на четное Либо же нечетное Если ваша ставка сыграла То вам дают столько же шариков Сколько вы поставили Поставите три шарика Получите три Не угадайте Эти три шарика сгорают Побеждает, соответственно, тот У кого будет больше шести шариков Так, ну что, поставлю три Имеется в виду на конец игры Если вы набираете двенадцать шариков То, соответственно, вы автоматически заканчиваете этот раунд Так, ребята, я на Эвент поставил Был от Это очень грустно И, как видите, я три шарика потерял Это очень печально Так, ладно, у меня еще три осталось Давайте еще раз попробую на Эвент поставить Что будет Надеюсь, все будет хорошо Нет, ребята, это был от Это значит, что у меня остался всего лишь один шарик И два раунда Это очень плохо, ребята У меня ставка Теперь только я могу один шарик поставить Ну, давайте на от Если я сейчас не угадываю То я умираю автоматически Смотрим Нет, ребята, я победил У меня два шарика и последний раунд То есть максимальная моя ставка Это может быть два шарика Если даже в случае победы Я получу всего лишь четыре шарика А мне нужно шесть Соответственно, мне в любом случае Не хватит для победы Ну, давайте посмотрим Хотя бы угадал я или не угадал Итак, сыграла ли моя ставка Эвент или О Давайте смотреть Да, сыграла Я получил еще два шарика Этого мне четыре Нужно шесть Поэтому меня сейчас будут убивать Вот такая вот грустная история, ребята Но если все же вы правильно угадаете У вас будет больше шести шариков Вот, к примеру, у меня восемь шариков В четвертом раунде было То тогда вы побеждаете И получаете ваши очки Ну что ж, ребят, сейчас отправляемся на следующее задание Вы видите, сколько комнат мы проходим Сколько времени занимает дорога Просто добежать до нашего следующего задания Это, ребята, мост Стеклянный мост Очень тоже тут прикольно сделано Вам нужно выбрать свой номер Я выбираю номер 50 Потому что 50-й номер пойдет самый-самый последний на мост Если вас очень много, то идут по 4 человека Соответственно, лучше выбирать какие-то в конце Также сейчас, ребята, будет выпадать случайным образом Какое-то число И если это ваше, то вы идете по мосту первым Итак, смотрим Кто же пойдет первым из нас У нас 45, 47, 50 Номер 26 Ну, так как у нас нету, ребята, такого номера Соответственно, никто из нас первый не идет Не будет у нас такого обязательства Ну, опять же, ребят, помните того парня, который умер Соответственно Сейчас мы не имеем понятия вообще Где, какое стекло И нам нужно просто как-то угадать Расстояния между ними довольно-таки большие Поэтому прыгать, просто перепрыгивать по ним не удастся Вы не допрыгнете до какой-то там панели из них Одну, может, вы перепрыгнете Но потом вам прыжка просто не хватит, чтобы пропрыгать все Ай, боже мой, девочка упала просто так Даже не попытавшись угадать Игруненька тоже, к сожалению, упала И теперь, ребят, у меня есть довольно-таки много вариантов Какие могут быть панельки А! Ребят, хотел назад Оказывается, назад идти нельзя Я могу купить за 200 коинсов экстра лайн У меня 414 коинсов есть Я это делаю И, соответственно, побеждаю в этом раунде Потому что больше моих соперников не осталось А это значит, что я победил Несмотря на то, что вот моя могила Все равно я побеждаю в этом раунде Ну что, ребята, на этом у меня все Если вам понравилась игра, обязательно поставьте лайк И тогда, если эта игра наберет очень много лайков Возможно, она победит в моем рейтинге И станет самой-самой крутой Все от вас зависит, ребят Ну и смотрите следующую игру Которая выйдет совсем скоро И тоже проголосуйте за нее Спасибо, что смотрели Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok